Помните Алису в Стране Чудес? Там ей тоже предлагали взять кусочек с одной стороны гриба и увеличиться, с другой и уменьшиться. Но гриб-то круглый. Вот и здесь. Зацепиться вроде бы не за что. Есть простая характеристика, по которой мы можем поделить цвета на две группы. Мы называем их теплыми и холодными. Синий, холодный, желтый, теплый. Если провести диаметр от места склейки спектра в пурпурном, то он разделит круг на теплые в сторону красного и холодные в сторону фиолетового цвета. Разумеется, это не единственное применение цветового круга. Посмотрите ссылки в конце урока. Там есть наглядные инструменты подбора комбинаций цветов. В этом его главное предназначение. Любопытно, что к физическому понятию температуры цвета все эти теплые и холодные цвета отношения не имеют и даже вводят в заблуждение. Но об этом мы поговорим чуть позже.